Юлия Сергеевна, ты видишь своего Сеньку на экране? Что? Ты видишь своего Сеньку на экране? Нет, я ещё не подключилась даже Ладно, потом, давай, пока Так Ну, ладно, друзья, 8.00, мы поехали Значит, сегодня не будет таких больших норовоучительных проповедей Я просто хочу сказать, что наступает время, когда детьми надо будет заниматься серьёзно и прекратить шишуканье Вот, сейчас у нас сирот прибавится Заметьте, я не о политике, я просто говорю, сирот уже прибавляется Вот Я крёстный отец, у меня несколько крёстных детей Я, будучи формально дедом, да? Вот, вынужден выполнять роль отцов, почему? Потому что время такое, я хочу вам показать пример Дело в том, что понятие крёстного отца, оно фактически исчезло Вот, куча шуток, сами знаете, про кумовьёв, это, пожалуйста, анекдотов, пожалуйста Я о серьёзных вещах говорю Итак, значит, в наше время у ребёнка, у любого ребёнка, у мальчика, у девочки, должен быть второй отец Два отца лучше, чем ни одного Такое тоже может случиться Вот, наступают трудные времена Вот, и я не скрываю, не хочу этого скрывать Вот, поэтому В церкви сейчас должно Увеличиться количество людей, которые приводят к крестить детей И у каждого ребёнка, новокрёщённого, должен появиться настоящий отец Правильный случай такой, как я Вот это очень важный момент Вот, потому что Другого варианта нет Пропадём, ребята Вот, сирот не должно быть Вот, это вот, чтобы меня не считали просто болтуном, который любит поговорить, ля-ля-ля Читайте Ну, пусть фамилию переврали Вот Это сколько мои дети ходили в садик Вот столько времени я помогал в садику А? Имею право дальше говорить? Имею Вот, что значит дети Ещё второе понятие Вот В городских душегубках как можно меньше времени надо проводить А как можно больше на земле Вот тогда вырастут здоровые дети Так какое впечатление, что Даже если в душегубках В городских квартирах комфортное существование То тем хуже для детей Для их здоровья Для их будущего Раскрывать подробнее, или вы меня понимаете? Если понимаете Вот Ну, ладно, ниже я скажу Вот Вот эта вода 5 градусов Видите? Ча школа Когда этому ребёнку было 4 года Вот, в январе месяце Он залез мне на загривах Прямо вот на загривах Я вместе с ним зашёл в Венесей Температура плюс 1 Плюс даже Вот, зашёл в Венесей Ему это И нырнули мы на пару Вот, и с тех пор для него Это вода, это вот, пожалуйста Вот это должно быть Ещё один момент Детей надо воспитывать уже по-настоящему Вот Таким образом Чтобы любые трудности, которые встретятся Они могли преодолеть Не болея Вот И так далее И так далее Вот Элементарным вещам Начинаем учить детей Самое элементарное Меня выучили Так же в этом возрасте Я сколько себя помню Отец военного Клочок земли дадут И мы с мамой Этот клочок обрабатываем Отца недели Мы не видели Вначале Этот самый А авиаполк Потом ракетный полк Вот Ну что, пригодилось мне Как вы думаете Я сейчас лопаты не боюсь Ну а дальше что Начинается учеба Вот Вот с этого возраста Значит Ещё Пусть отвлекаюсь Но сейчас всё равно На роду мало Обычно Подтягиваюсь Потом Попозже А раз на роду мало Ну плюс записи Кто-то выйдет Значит Вот у меня ребёнок Нам не одну сотню Разоряя нас Мама Не одну сотню конструкторов Собрал Ладно Вот Всё время Пытался его учить счёту Устному счёту Начинает там 10 умножить на 12 И кончает Трождачными цифрами Чем дело кончилось Гордо говорю Неделю назад Едем Для меня вспомнил Бой любимый пример Ну и касается Детей и взрослых Потому что Речь идёт о том Что такое Настоящее мышление Я сам этого не знал 17 лет Я провалил экзамены МФТИ Самый умный Буз страны Имел наглость Подать заявление И провалить экзамены Вот Это при том Что в школе Всегда Он самым Самым Ну как сказать Золотой медали не было Потому что Усительница математики Сказал Одна я на пятёрку знаю Вот и всё А учительница литературы Вообще мне тройку поставил За это То есть у меня Две четвёрки Одна тройка Какой чёрт Золотая медаль Но Поступила не поэтому Потому что я Никто меня не учил Соображать Зубрить Да Соображать Никто меня не учил Неделю назад Я этому ребёночку Вот Арсению Вот Задаю вопрос Скажи пожалуйста Представь себе Что ты Это моя любимая Я взрослым часто задаю Причём редко кто знает ответ Что ты представил себе Что ты этот самый Я уже помню Старики знают Этот пример мой Любимый Что ты водитель поезда А поезд выехал Сот километров в час Разогнался Потом до 80 Скинул Потом до 120 Потом опять Снизу скорость До 90 Вот И снова 100 И поехал дальше Да конечно Сколько лет машинистов Ну Долго Думал Где-то Секунд 20 Да Ну ответил Молодец Вот Ну а теперь Я сделал паузу Почему Потому что Тут же У кого-то Кто-то скажет Чёрт возьми Это же так сложно 100 Потом 90 Потом 120 Вот Потом поймёте Чему надо Детей учить Когда Догадайтесь Сами Вот Теперь Я ввожу Новое понятие В садоводство Или ещё Подождать минутку Сколько лет Машинистов Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...